В Бобруйске прошел матч третьего тура чемпионата Белоруссии по футболу. На стадионе имени Александра Прокопенко встретились Белшина и Городея. Обе команды планировали реабилитироваться перед болельщиками после невнятного старта в этом сезоне. Уже на первой минуте полузащитник Бижонов откликнулся на передачу с глубины, заставил соперника ошибиться нападающий койль, подхватил мяч, пробил поворотом, снаряд едва разминулся со штангой. Игра перетекла в спокойное русло. Всплеск оказался секундным. Красно-черные вплоть до перерыва владели игровым и территориальным преимуществом. Но реализовать его так и не смогли. После первого тайма на табло красовались унылые нули. В реализации моменты у нас это вообще хромает. Я смотрю, что такие моменты должны забивать, а у нас как-то не получается. Не знаю, надо работать над этим компонентом. Пока не получается, пока не забиваем. Во втором тайме красно-черные с новыми силами пошли в атаку. Никто и подумать не мог. Гол! Мяч оказался в сетке ворот Шинников. Роковой штрафной назначили на 66-й минуте. Городея выпустила на поле полузащитника Сайчича. Сахарник одним ударом огорчил бобруйских болельщиков. Пропустили обидный гол со штрафного. Он такой непонятный. Один момент считает со штрафного, один гол и все. А мы атакуем всю игру и получается, что проигрываем. Этот гол стал для Белшины холодным душем. Красно-черные снова пошли вперед. Игра оживилась, атаки стали острее, не хватало завершающего удара. Апогеем штурма ворот противника стал удар Глебко. Мяч угодил в стойку, Шинники снова проиграли. 0-1. Ну не забили, не хватает немножко мастерства у ребят. Поэтому создаем моменты. Играли вроде неплохо, но не забили. И по большому счету во втором тайме. В конце были моменты хорошие. Могли и забить, и выиграть. Но пропустили один гол со стандарта. По большому счету у городей больше не было вообще никаких подходов, даже близких к воротам. Ну и с этого складывается результат. По итогам матча Белшина закрепилась на последнем месте в турнирной таблице. В следующем туре 10 апреля подопечный Эдуарда Градобоева встретится с Гродницким Неманом. Начало матча в 19.00. Максим Кембли, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.